Киев официально открыл двери европейскому конкурсу благодаря победительнице Евровидения 2016 Певите Джамале. А еще Украина установила рекорд – 265 метров красной ковровой дорожки. Как прошла официальная церемония открытия конкурса, смотрите далее в сюжете. 7 мая возле Мариинского дворца прошла официальная церемония открытия конкурса Евровидения 2017. По сложившейся традиции началась церемония с красной ковровой дорожки, по которой прошли представители всех 42 стран участниц конкурса. Гостей встречали национальный комментатор Евровидения от Украины Татьяна Терехова и телеведущий Слава Варда. Я очень рада, что Евровидение проходит на должном уровне. И все, что мы видели сегодня, мне кажется, это было невероятно. Я, знаете ли, уверена, что Евровидение в этом году в Украине пройдет на должном и очень высоком уровне. Красная дорожка расположена от улицы Грушевского до смотровой площадки на Днепром возле Верховной Рады. По регламенту представители стран выходят на дорожку в алфавитном порядке. Первая по красному ковру прошлась албанская делегация. Украинским же конкурсантам группе Оторвальд пришлось ждать практически полтора часа, так как ребята выходили последними. Но это не помешало им пообщаться с прессой. Лидер группы Женя Галич приоткрыл занавес и рассказал подробности о некоторых интересных деталях своего номера. В частности, он рассказал, что будет символизировать огромная серебряная голова во время их выступления на сцене. Эта голова символизирует то, что все проблемы людские начинаются с головы, а мы пытаемся их вырешивать, как когда очистим голову. Прошлись по красной дорожке и фавориты букмекеров представитель Италии Франческо Габани и 17-летний Кристиан Костов из Болгарии. Мне страшно, потому что очень часто первые падают, а последние поднимаются вверх. То есть я стараюсь не смотреть на букмекерские предсказания, а скорее работаю над собой и даже не смотрел другие номера, чтобы не думать ни о чем, только о своем номере. Итальянец поделился первыми впечатлениями от Киева и назвал главного фаворита конкурса. Первые впечатления от Киева у меня положительные. Я пока не успел посмотреть его полностью, но обязательно это сделаю. А вот фаворит в конкурсе Франция. У них отличная песня. А вот представители Беларуси группа Na'Vi Band поблагодарила Украину за невероятно позитивный прием и согласилась петь для нашей съемочной группы свою конкурсную песню под названием «История могла життя», которую они споют на своем родном языке на главной арене конкурса в МВЦ. Режиссер «Красной дорожки» Сергей Проскурня подготовил немало сюрпризов. Так участники от каждой страны в конце «Красной дорожки» запустили огромный воздушный шар с флагом своей страны. Стоит отметить, что два полуфинала конкурса пройдут 9 и 11 мая. А 13 мая мы узнаем нового победителя 62-го песенного конкурса Евровидения 2017. После того, как все 42 участника прошлись по «Красной ковровой дорожке», они отправляются на вечеринку в Евроклуб. Мария Майорова, Сергей Ведмить, Оксана Лой. Подробности UA Inter.